Ну правда, да, часто обращаются с запахами изо рта, и главное, что никогда с чем не связывают, так это с миндалинами. Вот пациенты могут связывать с чем угодно, но никогда не связывают это с миндалинами, с хроническим танзелитом, с наличием гнойного содержимого, вот этого гнойно-казиозного содержимого миндалина, который, скапливаясь и поддерживая воспалительный процесс, вызывает вот этот неприятный запах изо рта. Мы начинаем промывать миндалины, активно его лечить, открываем глаза на суть вещей, и все становится хорошо. Только проблемы с миндалинами вызывают этот запах? Но чаще всего, так скажем, достаточно частая повседневная причина запаха изо рта – хронический танзелит. Да, это самое распространенное. Другое происхождение запахов изо рта – это уже более редкие, а иногда даже и казуистические случаи могут быть. Ну, там, например, какие-то хронические синуситы, то есть хронические воспалительные процессы в пазухах, например. Но они, понимаете, они тоже, они дают не совсем запах изо рта, сколько запах при дыхании. То есть мы можем это ощущать как запах при дыхании. Но иногда это просто не дифференцирует, откуда этот идет запах, изо рта или не изо рта. Вот. Ну, действительно. Но, опять-таки, наши такие хронические воспалительные процессы в пазухах, например, они напрямую связаны, мы возвращаемся с вашими проблемами. Да. Соматологическими. Часто, но не всегда. Да, и поддерживаются они вашими проблемами в наших органах. Вот. Вот какие мы соседи. Да. Ну и более, конечно, такие уже сложные случаи, редкие – это, например, склерома. Склерома, там, носа, скажем. Когда, ну, это такой специфический воспалительный процесс, который затрагивает, например, нижние носовые раковины. И вот там появляется, например, специфический сладковатый, типа печеночного запаха. Вот такой, или даже не печеночный, прелых яблок. Сладковатый запах прелых яблок появляется при дыхании. Ну, это уже, как пример, более вот таких редких и даже казуистических случаев. Инородные тела носа тоже, как казуистический случай. И длительно, например, находящееся инородное тело в носу, скажем, вызывает там воспалительный процесс. Ну и начинает, простите, подваривать. Можно я, вот когда у меня будут возникать вопросы, я буду вот так вот руку поднимать и задавать уточняющие вопросы. Инородное тело, что имеется в виду? Ну, как оно туда попало? А вы знаете, туда может оно попадать по-разному. В основном, конечно, народные тела носа. Это касается детского возраста, когда они пихают туда игрушки, пуговицы, там мелкие детали. Почему от детей это все прячут. Но этим могут грешить и взрослые, например, с психическими заболеваниями, когда они туда сегодня чего-нибудь запихивают. Неважно что. Пуговицы те же, или там какие-нибудь ягоды, косточки от ягод и прочее. То есть такое тоже может возникать. А вот если мы говорим про пирсинг, например. Я знаю, что у нас тема все-таки изо рта, но все-таки, а если пирсинг? Нет, пирсинг там не вызывает, потому что есть, там не будет воспалительного процесса, там же он обрабатывается, все. Просто инородное тело, которое, а пирсинги знают и за ним следят. А инородное тело, если попало, например, в какой-нибудь средний носовой ход и там сидит, где-нибудь между раковинами, там начинается и пролежень слизистой оболочки, воспалительный процесс, и там может возникать и ренит, и вот тот же запах, и все прочее. Если возвращаться к запаху непосредственно изо рта, то, конечно, чаще всего, я повторюсь, это дают наши, это миндалины и дают ваши проблемы. Ваши проблемы, конечно, стоматологические. Это икориозные зубы, это парадонтозы и прочее. Но есть еще один важный момент, который дает запах изо рта, и такие пациенты попадают к нам, и мы уже тогда тоже дифференцируем. Это наши проблемы или не наши? Это геликобактер пилори. То есть это геликобактерийные гастриты, именно геликобактерийные. И вот геликобактер, извините, подванивает гораздо хлеще, чем танзелин. И уже по запаху иногда и по его интенсивности можно сказать, что нет, у вас запах геликобактерийный. Тем более мы промыли миндалины, и там, скажем, ничего нет. Или есть там небольшое содержимое, которое запаха не даст. А бывают сочетанные запахи, когда есть и запах танзелинный, и запах геликобактерийный. Ну вот они, да, они, все эти запахи очень сильно отличаются. Вот если мы говорим про синуситы, я помню, как-то была пресекционная операция, когда сделали резекцию верхушки корня, и при этом скрылась пазуха, и потёк вот этот вот гной. Злободный гной? Это просто, это настолько невыносимый запах, это надо быть очень подготовленным человеком, чтобы, ну, прошу прощения, не стошнило, потому что это вот граммоотрицательная микрофлора. Чем она глубже зарыта, тем она хуже пахнет. И, наверное, танзелит вот здесь, наверное, значительно мягче. А насколько далеко чувствуется вот этот запах при танзелитах, при забитых миндалинах? Ну, то есть на большом расстоянии, небольшом? Ну, нет, это непосредственно уже при таком достаточно близком контакте, конечно, он чувствуется. Вот, но как бы вот иногда стоя у пациента, либо осматривая его, ну, сколько там между нами возникает? Ну, сантиметров 30 расстояние, да, 40. Вот уже можно его почувствовать. То есть иногда пациент, когда... Ну, видите, сейчас сложность ещё в чём. Мы все замаскированные такие работаем. То есть раньше, когда... Я иногда вообще без маски работал. Иногда. То есть я осматривал пациента иногда вообще без маски. И никому ничего за это не было. Ни мне, ни пациенту. То есть мы друг друга ничем не заражали. И вот когда пациент уже рассказывает... Вот на самом деле, понимаете, вот это вот, кстати, немножко даже отвлекаясь от темы, это вот сейчас навеяло на меня, это к вопросу о диагностике. Ведь мы все прекрасно знаем, что врач, он начинает оценивать пациента уже только когда тот входит в дверь. Невропатологи смотрят, а как он вошёл. Я как фониатр, я тоже смотрю, а как он вошёл. Потому что часто от того просто, как он вошёл, а потом он спрашивает, а какой я тип голоса. Я говорю, а вы видели, как вы вошли в дверь? Чинно, размеренно, благородно. Так входят в двери только мецо-сопрано и басы. А если она влетает и говорит, это сопрано пришло. Понимаете? То есть уже как вошла в дверь. И мы оцениваем уже даже эти моменты. А когда пациент садится, я к нему подхожу, конечно, я оцениваю. И запах, потому что у него может быть специфический запах изо рта, специфический запах из носа, который иногда уже пациенты не чувствуют сами. Это тоже к вопросу о теле. И они даже его иногда уже не замечают. А врач это чувствует. И я уже, ага, это запах. Притом он достаточно интенсивный, поэтому скорее это геликобактер пилами. Или, например, нет, он не очень, ага, он специфичный, похоже на танзелит. Я промываю когда миндаль, не убеждаюсь в этом. Работая в маске, мы уже вот этот вот диагностический целый пласт мы выкидываем. То есть наше обоняние мы перекрываем для диагностики процесса. А это тоже не совсем правильно. Все-таки вот, наверное, врач должен работать полностью со зрением и со слухом, естественно, и с обонянием, и с осязанием. Если надо, даже со вкусом на вкус пробуем. Мы препараты вливаем и пробуем. Можно, вливать нельзя. То есть все органы чувств включаются в диагностический процесс. Я с вами согласна, потому что я у своих пациентов чувствую, допустим, грибковый запах. Это вот такой вот сладковатый привкус. Когда грибковые парадонтиты, да, воспаление дёсен. Грамм отрицательная и более тяжёлая микрофлора – это при парадонтитах, когда человек не чистит зубы. При желудочных всех вещах тяжёлые парадонтиты, когда присоединяется запрос, это уже более такой зловонный, неприятный. Прям вот людям хочется за километр отойти. Вот-вот-вот. И периодонтиты, да, воспаление в кости – это тоже очень своеобразный запах гнилой кости. Очень глубокий. Вот. Но танзелиты пахнут по-другому. Да-да-да, да, совершенно верно. И вы понимаете, вот, например, отделяемое, отделяемое какое-нибудь, там, из того же носа или из горла, иногда даже специально нюхаешь. Нюхаешь. Да. То есть, потому что надо понимать вообще, есть от него запах, нет вот этого отделяемого запаха, или какой это запах. Иногда мазок вот часто из уха берёшь, из уха, и ты его нюхаешь, потому что это тоже, либо это гнойный запах, либо это грибковый запах, да, то есть мы уже дифференцируем. Вот. Но у нас, видите, сейчас наша действительность в этом плане немножко подводит. Она нам выключает вот этот диагностически важный момент. Можно ли игнорировать воспаление в миндальных? Ну, нет, конечно, нельзя. Это очаг инфекции, который имеет токсическое воздействие на организм в целом. Тем более, миндалины имеют большие рефлексогенные влияния на другие органы, например, на сердце. Циркулирующие иммунные комплексы, которые возникают при тензилите, они потом поражают и почки, и суставы. Да, патогенез там достаточно сложный. И миндалины будут, безусловно, поддерживать ваши проблемы стоматологические. То есть те же стоматиты, генгевиты, парадонтиты, все это будет поддерживаться запросто хроническим тензилитом, потому что там сидит инфекция. И также, если первично были, например, ваши проблемы, икориозные зубы, и проблемы с деснами, это может, в свою очередь, поддерживать наши. То есть это будет способствовать более упорному течению тензилита. Поэтому все, что в полости рта мы видим, мы, естественно, требуем санировать. Зубы, десны, миндалины, потому что все очень сильно взаимосвязано, даже на местном уровне. И также взаимосвязано и на общем уровне. Миндалины будут плохие, сразу будет страдать голос, если есть голосовая нагрузка. Сразу придут с проблемами голоса. Будут приходить с плохо дышащим носом, потому что миндалины тоже рефлекторно будут влиять на носовое дыхание. Будут давать какие-нибудь ирадиирующие боли в ухо. То есть симптоматика очень разнообразная. Да, тензилит. Для меня, ну вот я для всех сейчас подчеркну, потому что я как стоматолог, для меня это новая информация. Очень жаль, что нет междисциплинарных вот этих вот вещей, более расширенных. Что оказывается тензилит дает вероятность возникновению стоматитов. Конечно. И партнензилитов. Да. Потому что это очаг инфекции. И в наркоз мы не рекомендуем идти. То есть перед наркозом мы обязательно санируем миндаль. Перед родами, вы тоже знаете, мы всегда санируем миндаль. И лор-врач всегда смотрит беременных. И в роды выпускает с не санированными миндалями не очень комильфо. Вот. Ну и так далее. Поэтому любые, и главный какой признак, приходят пациенты и говорят, у меня чуть что горло, у меня чуть что горло, чуть меня просквозило, уже горло першит. Я вроде и не болею, но все время какой-то дискомфорт в горле. И они ходят по лон врачам, у вас фаренгит, у нас фаренгит. И неправда, это не фаренгит. Фаренгит, воспаление слизистой глотки, это как правило заболевание спутник хронического танзелита. Поэтому если вот такие рецидивирующие ситуации возникают, это как правило хронический танзелит. Поэтому вот кто нас слушает, обязательно, если вдруг у кого-то такая схожая симптоматика есть, обязательно нужно дообследоваться, диагностически промыть миндалины, посмотреть что там с ними. И, конечно, исключать хронический танзелит, если нужно его лечить, обязательно. Это очень серьезная болезнь. Я сейчас даже захотела переставить вопросы местами и спросить, нужно ли профилактически промывать миндалины. То есть у всех ли есть такая потребность в санации и в профилактических осмотрах хлором. Потому что как-то говорится, да, что там к гинекологу надо профилактически ходить, к стоматологу надо, а к хлору. То есть не только тогда, когда ты забеременел. К хлору профилактически тоже можно ходить. Особенно если какие-то зоны являются, так скажем, профессиональными, как, например, горта, не голосовая нагрузка, да, обязательно нужно ходить. Вот. Ну и, да, иногда можно показаться лору, лор-врачу, нет ли каких-то очагов инфекции. Но если пациент обращается, при первичном обращении мы всегда промываем, вот у нас в клинике, мы всегда промываем миндалины пациенту, которого видим в первый раз. То есть стараемся всегда промыть, потому что одно дело то, что мы видим, а другое дело, если эти массы все сидят на глубине, и мы их не замечаем, мы их не видим. А при промывании там целыми лотками вымываем эти козеозные массы. Поэтому при первичном посещении мы всегда стараемся миндалины промыть и посмотреть их состояние. Если у вас хронического танзелита нет, и вы просто периодически показываете слору врачу, и он уже о вас знает, то, конечно, промывать каждый раз миндалины не обязательно. То есть если у вас танзелита нет, он вдруг не возникнет ниоткуда, или с чего, на пустом народном месте. Поэтому, конечно, каждый раз просто для того, чтобы полюбопытствовать, мы миндалины не моем. Пропилактически это делать не нужно. А другое дело, если человеку диагноз поставлен, и если у него хронический танзелит есть, тогда дело другое. То это уже не профилактические, это уже лечебно-профилактические диспансерные курсы. То есть он попадает под диспансерное наблюдение, где-то раз в год или раз в два года приходит, и мы ему полностью пролечиваем курсом его хронический танзелит. На предмет лечения, если вопрос такой, промывание – это самый эффективный способ лечения танзелитов? Или вот как предлагают использовать лазеры? Нет, хронический танзелит – это такая, к сожалению, такая патология, которая не имеет специфической терапии. Поэтому мы применяем много пунктов в наших схемах для лечения танзелита. Поэтому промывание миндалина, вопреки расхожему мнению, ни в коем случае не является способом монотерапии. То есть самостоятельно оно не оказывает ровным счетом абсолютно никакого эффекта. Пациенты могут мыться месяцами, говорят, да я уже замучился, я хожу, я уже раз 20 мылся там за эти два месяца. А эффектно нет. А и не будет, потому что нет лечения. Механически вымываете, процесс остается. Стимуляции иммунитета нет, противовоспалительной терапии нет, физиотерапии, которая тоже улучшает кровоток в тканях, снимает воспалительный процесс, тоже нет. Поэтому миндалины сами по себе, их промывание, никакого эффекта лечебного не даст. То же самое, что если вы будете пить препараты, делать физиотерапию, еще что-то, но не промывать миндалины, тоже эффекта никакого не будет, потому что нет вот этой санации. Поэтому все пункты должны идти только вместе, только параллельно и только сообща. Только тогда эта схема даст эффект. Ну да, я сейчас еще открыла для себя новое направление. Это дополнительное назначение специальных леденцов, которые уменьшают возможность размножения микрофлоров этой болезнетворной и увеличивают увлажненность полости рта. Вот это тоже, кстати, очень классная история. Это вы про что, про яйцо, что ли? А? Это вы про яйцо? Я не знаю, что такое яйцо. Или про что? Про леденцы специальные. Это, ну, я, да. А, да, ну, хорошо, окей. Да, я поделюсь, это очень интересно. Ладно. Такой у меня вопрос. Передается ли танзелит от человека к человеку? Есть научные данные, есть практический опыт, если вот с таких позиций рассматривать? Вы знаете, вопрос очень сложный на самом деле. Потому что, если микрофлора есть, то, в принципе, при постоянных и тесных контактах эту микрофлору, конечно, передать чисто теоретически можно. Другое дело, здесь, конечно, уже примешиваются различные эпидемиологические какие-то тонкости. Все-таки, видите, стриптококк, бета-гемолитический стриптококк. Но он одних вызывает хронический воспалительный процесс, а у других нет. То есть у других, а у одних запускается этот хронический танзелит, этот аутоиммунный процесс, а у других не запускается. Так же, как, например, в семье кто-то болеет один танзелитом, и все остальные не болеют. А бывают, приходят целыми семьями, где болеет папа, мама и двое детей. Или даже трое детей, у меня вон, лечатся семьями, и все впятером имеют хронический танзелит. Вопросы эти, на самом деле, они еще открыты и до конца недоизучены. Прямых указаний на то, что есть наследственные какие-то предрасполагающие факторы, напрямую таких фактов нет. Знаете, вот тоже ситуация аналогичная как с ковидом. То есть может переболеть вся семья, либо может один человек, вокруг никто не болеет. То есть примерно так же с танзелитом. То есть закономерности какой-то статистической я не замечал по литературным данным, потому что, ну может, что-то я пропустил мимо. Это не... То есть мое мнение, оно не такое, не экспертное однозначно. Да, может и я что-то пропустил. Вот. По своей практике я не могу найти никаких особых закономерностей. Мы их сами статистически не обрабатывали, эти данные. Вот. Но то, что вот мы видим реально, я вам расскажу. Ну вот, я чисто попытаюсь это немножко переключить на парадонтологию, хотя мы сегодня не о стоматологии разговариваем. Заболевание вызывает раз количество микрофлоры, вот из парадонтит в частности, и сниженная реактивность организма, либо физиологическое вот это снижение. Почему вот беременные чаще всего болеют? Мне тоже было непонятно, потому что я в этом вопросе очень долго разбиралась. Почему два человека, да, там, ну даже целуются. У одного там есть заболевание, и здесь в паре люди заболевают, передают заболевание. И реально вот при наличии парадонтита у партнера начинает тоже быть воспаленными деснами, и отекать лицо. А у других, у одного во рту вот полная засада, но партнер при этом не заболевает. И действительно, тут, наверное, вопрос иммунной системы. Я думаю, что это с реактивностью иммунной системы связано напрямую. Напрямую. Так же, как и тоже, вот видите, танзелит. Там же пусковым механизмом это заселение бета-гипонетического стриптокока. Но потом на него начинают вырабатываться антитела, которые очень близки, то есть стриптокок очень близок к тканям миндалины, к лимфоидной тканям. И поэтому почему и развивается в дальнейшем этот аутоиммунный процесс. То есть антитела собственные начинают убивать не только стриптокок, но начинают и поражать лимфоидную ткань миндалины. И запускается вот этот аутоиммунный процесс. Ну и там сложные патогенгии, там образуются и иммунные комплексы, которые начинают циркулировать, поражают другие органы, то есть в частности почки, сердце, суставы и так далее. Вот. Но видите, у одних это запускается, а у других нет. Так же, как, например, аутоиммунный теридит. То есть потом-то стриптокока уже нет. Он даже не высевается иногда. Высевается другая, золотистый стафилококк, иерсиние, пневмококки высеваются и так далее. Но при этом заражение может не случаться. Тот же аутоиммунный теридит. У кого-то он случается, у кого-то не случается. То есть я думаю, что здесь, конечно, напрямую связано с реактивностью иммунной системы. Тонзилит мы без активации иммунитета никогда не лечим. Это вообще бесполезно. Хотя и аутоиммунный процесс, но мы только через стимуляцию иммунитета, чтобы иммунитет каким-то образом подавлял этот начальник инфекции. Только тогда мы получаем хоть какой-то эффект. Иначе все бесполезно. Лечение не получится. Такой вопрос. Если мы уже начали разговаривать о партнерах, о членах семьи, где живет больной человек. Вот у меня еще самое лучшее средство – это посудомойка, чтобы у всех была разная посуда, либо очень хорошо очищенная. Мамы целующих своих детей. Бабушки, которые дуют на ложку. Да, там с воспалительными какими-то заболеваниями. Насколько это... Ну, вы часто это наблюдаете. Я понимаю, мы уже поговорили про науку, про это. Но вот вы задаете вопросы на то, все ли члены семьи страдают заболеваниями горла. И приглашаете ли вы членов семьи на осмотры. И какие еще заболевания может вызывать тензилит у одного человека, у партнера, ну, как бы у другого. Ну, значит, смотрите, если это банальные тензилиты, зачастую мы не спрашиваем этот семейный анализ, не его не выясняем. Знаете, почему? Потому что мы не копаемся вообще, в принципе, в истории возникновения этого заболевания. Потому что я пациентам... То есть пациенты, наоборот, чаще мне задают вопрос. Они говорят, ой, а откуда он взялся? Я говорю, вы знаете, вот это нам уже не интересно. Потому что если мы докопаемся, откуда он взялся, это нам вообще никак не поможет для лечения. Потому что если он уже взялся, и если вот этот аутоиммунный процесс развился, то от того, что мы выясним или не выясним, этот процесс уже не уйдет. Он вообще уже не уйдет. Мы, то есть, его берем, этого пациента, под диспансерное наблюдение. Поэтому нам бывает зачастую просто неинтересно, болеют или не болеют. Просто когда, естественно, заходит разговор о том, что вот там у жены, там примерно такая же симптоматика, говорю, жене, да, надо прийти. Там или мужу. Обязательно. Потому что это может быть тот же тензелит. И, в принципе, вы можете перекрестно там передавать периодически микрофлору друг другу. Да, надо санировать. А вот если, например, мы делали, даже я делал такое небольшое исследование, мы брали ПЦР из миндалин. Когда мы наблюдали достаточно стойкие тензелиты, стойкие процессы, не очень типичные, мы брали посевы ПЦР из миндалин на урогенитальную флору. На урогенитальную. И каково было мое удивление, когда мы начали просто через одного высевать уриоплазмы и микоплазмы. И микоплазма не пневмония, которая заселяется, извините, в легких, а микоплазма. Понятно, да? Вот. То есть это микоплазма. И просто как бы у меня был немножко такой культурный шок сначала, потому что понятно, что урогенитальная флора, она вообще является атипичной для слизистой глотки, это понятно. Но, однако, она туда может заселяться. При том, что интересно, высевали именно уриоплазму и микоплазму. Вот, например, хламидии никогда не высевали, гарднереллы никогда не высевали. То есть какая-то флора не может, очевидно, заселиться в глотке. Она просто не заселяется. А вот какая-то заселиться может. То есть это о чем говорит? Ну понятно, что это контакты, там, извините, орогенитальные. Это понятно. И вот когда начинаешь это все пациентам говорить, начинаешь выяснять, что ага, оказывается там аурогенитальная инфекция, она присутствует. И что там он или она там лечится, или собираются лечиться по этому поводу. Иногда до них не доходит, что эта флора в глотке не их. Она же не по крови разнеслась. Эта микрофлора передана от партнер. Поэтому иногда пациенту тоже нужно этот момент разъяснить. Откуда-то эта флора взялась. Они тоже иногда сразу это не соображают. А заселяется она, понятно, откуда. Поэтому нужно вот в тех случаях как раз-таки брать, я говорю, тогда так, раз вы собираетесь лечиться, подождите, давайте тогда мы вместе и миндалины будем санировать, и вы будете антибиотики системные пить, и у уролога лечиться одновременно, но при этом вы отстраняете своего партнера, и та лечится тоже параллельно. Или он? Это как мы, леча парадонтиты, лечим бактериальные вагениты. Ну вот, да. Ну а что, мы с вами, я надеюсь, мы на взрослую аудиторию работаем, а мы с вами вообще врачи. Это все как бы понятно. Мы немножко отстраняемся от всех этих вещей. И называем своими именами все. Потому что как бы этика этика, а медицина медициной остается. И здесь нужно тоже нам при возможности, конечно, пациентов просвещать и в этом направлении. А что делать? Ну и сидишь и просвещаешь иногда. И рассказываешь, откуда чего может расти. Это важно. Я говорю, это очень важно еще по той причине, что люди друг друга могут постоянно инфицировать. Конечно. Лечить какие-то локальные участки, но при этом не санировать очаг инфекции. Да. И я помню, что мы с одним доктором разговаривали с эндокринологом. Она рассказывала о том, что она не могла вылечить мальчика, который был уже, исхудал сильно-сильно-пресильно. А выяснилось, что у его партнерши хронический танзелит. И она вот эту микрофлору, то есть заболевание вызывает не микроб, а его количество, да, и условия, собственно, созданные, о чем мы говорили. И что на самом деле важно периодически ходить к врачам на санацию. То есть не для того, чтобы вылечить болезнь, а для того, чтобы оставаться здоровым и для того, чтобы не заражать людей и не ухудшать свое здоровье. Потому что когда человек приходит уже с наступившей болезнью, со скрюченными пальцами от инфекции, с больным сердцем, с гипертонией, всего этого можно не допустить. Просто промыть миндалины или полечить парадонтит, подобрать щетку, ну я не знаю, что там еще, санировать тот же самый нос, восстановить дыхание, и тело будет работать очень долго. Вот сейчас про восстановление дыхания тоже очень правильно заметили. Очень многие придают этому значение, а на самом деле не додыхивают, и получаются и перепады давления, и сердце страдает, и общее утомление, а всего лишь просто не дышащий нос. Да, да, и мы в этом плане, да, у нас очень близко эти этажи расположены, и одно без другого, конечно, вылечить, пожалуй, сложно. Я теперь еще больше в этом понимаю, благодаря нашим встречам. Как профилактировать танзелит, если ты не болеешь, но и хочешь, в том числе... Ну, не надо специально профилактировать. Профилактика танзелита заключается в своевременном лечении острых заболеваний горла. То есть надо не тянуть, опять-таки, с походом врачу, то, что мы на каждом эфире с вами говорим, да, какой бы темы ни коснулись, все потом сводится к тому, что со всеми болячками нельзя тянуть. Если не проходит само за неделю, нужно обращаться, потому что если как раз воспалительный процесс длительно в горле существует, вот он может перевести потом к хроническому танзелиту, как следствие. Вот, поэтому нужно просто вовремя лечить все болячки возникающие, вовремя обращаться, это и будет профилактика. Потому что специально профилактировать... Ну, мы же не можем специально профилактировать все известные болезни. Заниматься профилактикой. Ну, понятно, мы все, соблюдая, вообще, соблюдая здоровый образ жизни, здоровый, вот то, что входит в понятие ЗОЖ, там правильное питание, правильный режим отдыха и сна, правильное дозирование физических нагрузок, это и есть все здоровый образ жизни. И этим самым мы профилактируем сердечно-сосудистую патологию, онкологическую патологию. Снижение реактивности иммунитета мы тоже тем самым будем профилактировать. А значит, мы будем профилактировать и респираторные заболевания, и хронические болезни верхних дыхательных путей, те же танзелиты. Это все будет одно за другим цеплять. Поэтому, соблюдая элементарно здоровый образ жизни, правильное питание, умеренные физические нагрузки, сон, мы и будем профилактировать с вами все на свете, в том числе и танзелит. И на этой торжественной ноте... Ну, я бы сказала, умеренно здоровый образ жизни, потому что абсолютно, мне кажется, это... Это да, потому что если соблюдать здоровый образ жизни, это будет обидно за бесцельно прошлые годы, да? Это как в одном из фильмов, не помню, что за какой-то медицинский сериал, про то, что я правильно ела, правильно там, это занималась спортом, но у меня онкология. То есть чрезмерное ограничение себя в удовольствии, это тоже, ну, как бы, нехорошо. Это правда, я согласен с вами, да. Это как тоже... Доктор, я не пью, не курю, но я ничем больше не занимаюсь. Я правильно живу, правильно, правильно, только зря. Поэтому во всем действительно должна быть умеренность, даже в здоровом образе жизни. Должна быть уверенность и мера. То есть не надо ни с чем перебарщивать, понимаете? Вот все должно быть уравновешено. Тем более вселенная, она все уравновешивает, всю энергетику. Где-то не добрали, она пытается что-то вам додать. И, наверное, додает не тем, чем надо. Ну, как бы, это же все очень интересно на самом деле. А сколько нужно приходить раз на профилактический прием к лору, если мы берем, там, из расчета год? Ну, не знаю. Я, конечно, могу сейчас тоже, может быть, я неправильно что-нибудь скажу. Не знаю. Я считаю, что, как бы, полное здоровье, например, со стороны тех живых органов, вы никогда не заставите пациента идти на профосмотр. Если у него, например, связана работа с шумом, например, в метро, в шумных цехах, он звукорежиссер, да, ему раз в год нужно обязательно прийти и сделать аудиограмму. Это да. Если, то есть проверить слух, если человек поет или разговаривает, да, ему раз там в полгода нужно прийти просто показать голосовые складки, все ли в порядке. Но если я, вот, понимаете, вот я, я работаю лор-врачом. Я работаю лор-врачом. Меня, типа, ничего не беспокоит. Со стороны, как, скажем, лор-органов. Чего я пойду туда на этот профосмотр? Просто так. Просто заради любопытства? Ну, как бы, это странно. То есть, ну, я бы тоже не пошел. Поэтому, знаете, вот опять возвращаюсь, говорить о том, что если уж совсем ничего не беспокоит, если есть риски, да, если вы курильщики, то вы должны действительно и показываться, и лор-врачу, потому что надо смотреть гортань, извините, на предмет онкологии, вы должны периодически делать компьютерную томографию легких, хотя бы тоже там раз во сколько-то лет. У меня вот так дядя тоже умер в 60 лет. Потому что рак легких проявляется вообще бессимптомно. Бессимптомно до четвертой стадии, пока не идет метастазирование. А потом вдруг начался плеврит, потом вдруг начался миокардин, начали откачивать литры жидкости, они мне звонят, я говорю, откуда это все? Это только при онкологии может быть. Да, у него рак легких нашли. Потому что курильщик заядлый, и все это текло бессимптомно вообще. То есть курение это уже риск, факт риска, при котором, да, нужно проходить профосмотры. Если другие имеются риски, соответственно, да. После, ну, тоже как бы, да, гинекология, урология, тоже там, после определенного возраста лучше показываться. Вот лорорганы как-то не так для профосмотров, ну, если вот просто, вот просто на ровном месте ничего не беспокоить, даже я не могу сказать, нужно эти профосмотры проходить или нет. Вот у меня вопрос созрел, а почему, кстати, у учителей очень часто бывают танзелиты? Почему это вот такое, звучит уже как профессиональное заболевание? Ну, вы знаете, нет, я с вами не очень согласен. А с чем решили, что у учителей? Статистика не показывает, что у учителей больше танзелитов. Танзелиты вообще показывают, значит, 35-40% жителей мегаполиса страдает хроническим танзелитом. И я нигде не читал статистику, что у учителей танзелита больше. Ну, просто когда я начинаю говорить, что да, у меня там случается, допустим, танзелит, он говорит, ну, понятно, ты же там лекции читаешь. Да, это нет. Это просто росказни такие, не имеющие ничего отношения к науке. Ну, это просто так люди думают, что раз ты читаешь лекции, значит, танзелит. Нет, это не так. Это неправдоподобная информация, нет. Ну, хорошо, что это я у вас спросила. Да, действительно. Нет, такой статистики нет, что у каких-то групп большее число танзелитов. Это могут быть какие-то профессиональные группы, которые связаны, например, с химикатами на производстве или другие вредности. Может, у них по статистике и большее количество танзелитов. Но про учителей, так как я очень... Почему я это говорю? Потому что мы очень... Я много читал статей именно про учителей, потому что это было связано и с моей докторской диссертацией, и с голосовыми нагрузками. Поэтому очень много зарубежных статей и наших отечественных было прочитано именно по учителям. И нигде никакой статистики по танзелиту, что у них его больше нигде не было. Я нигде этого не встречал. А вот вопрос, почему при танзелите пропадает голос? А есть некие какие-то рефлекторные влияния, о которых толком никто не знает, как это происходит. То есть какие-то рефлекторные пути. Но тонус снижается очень сильно в голосовых складах и возникает дисфония. Это много написано в разных книгах за разные годы, что при танзелите имеются какие-то влияния на тонус голосовых складок. Потому что здесь же очень много рецепторов, очень много нервных окончаний. Очевидно, все-таки влияние рефлекторное некое есть. Это доказано тоже целой главой моей диссертации. Мы сравнивали танзелиты и делали ларингостробоскопию до промывания миндалин, после промывания миндалин. И после промывания миндалин смыкание голосовых складок улучшалось стробоскопически. Поэтому... И миндалины влияют еще на дыхание носовое, да? Да, да. Да, часто. Как танзелит влияет на нос? Тоже какие-то... Как танзелит влияет на нос? Каким-то рефлекторным путем. Начинаешь промывать миндальны и улучшается носовое дыхание. Понятно. Ну что? Да, заканчиваем. Надо нам заканчивать. Да, рекомендации вы на самом деле уже дали, поэтому я задавать вопросы не буду. Спасибо большое, что... Большое спасибо за очередное приглашение. Вам удачи. Да, и вам. Хорошего рабочего дня. До свидания. Спасибо.